На самом деле, у меня нет конкретного метода. Я смотрю на саму лошадь, ее темперамент, характер и так далее. Скорее, у меня есть несколько правил, которым следую. Я никогда не принуждаю животное. Я все делаю мягко и плавно. Даю лошади возможность привыкнуть. Заметили, что с самого начала у моих дикарей никогда нет недоустка. Но это уже скорее для меня, чем для лошади. Таким образом, я исключаю возможность схватить животное, так как искушения на морде попросту отсутствуют. Только терпение и правильные действия приводят меня к успеху. В данном случае я работаю не только с лошадью, но и над собой. Так что же я делаю? Я сажусь на корточки и посвистываю, если это надо. Иногда могу использовать какой-нибудь флажок. И все это позволяет привлечь внимание лошади. При этом я всегда смотрю животному в глаза. А дальше? А что дальше? Дальше я просто жду. Как только она начинает подходить, я убираю взгляд и плавно отхожу. Дальше я повторяю процесс несколько раз, не загружая мозги лошади. Обычно это 2-3 раза максимум. Это мой личный способ, но он может занять достаточно много времени. Однако, мне кажется, что это отличная возможность поработать и над собой тоже. Через некоторое время лошади расслабляются, так как привыкают и начинают подпускать меня совсем близко. Лили мы привезли в понедельник вечером. Наше занятие, если так можно выразиться, случилось во вторник, а сегодня лишь пятница. Спустя 4 дня я могу легко к ней подходить, гладить, чесать в любых местах и даже задние ножки. Но не стоит забывать об особенностях каждой породы и каждой особи в отдельности.